Всем привет, я Екатерина Шумила, вы смотрите блог Политека Ньюз. Кадровая чистка от Владимира Зеленского продолжается. В среду было отправлено в отставку самое короткое в истории Украины правительство 188 дней в должности. А вчера его судьбу повторил генпрокурор Руслан Рябошапко, всего 189 дней в должности. За 263 решение принято. Однако их отставка кардинально отличалась. Убрать одного Рябошапку оказалось сложнее, чем днем ранее уволить Гончарука и назначить вместо него нового премьера и Кабмин. Фракция «Слуги народа» дала за увольнение генпрокурора крайне мало голосов 179. Решение помогло провести оппозиционная платформа «За жизнь», депутатские группы и внефракционные депутаты. Таким образом, депутатам удалось насобирать 263 голоса. Стоит отметить, что если Алексей Гончарук ушел мирно, поблагодарив президента и парламент, то уход Рябошапка сопровождался скандалами и обвинениями друг друга. Напомню, что и премьеру перепало от Зеленского. В своем спиче президент ему напомнил падение промышленного производства, дыру в бюджете, долги по зарплатам, двойные платежки за газ. И после таких в кавычках достижений правительство самого молодого в истории страны премьера было обречено. Больше всего запомнилась речь автора постановления о выражении недоверия Рябошапкина РД «Послуги народа» Максима Бужанского, который сказал, что основные претензии генпрокурору то, что нет посадок и видно явное покрывательство тех, кто их заслуживает. Потому что наша краина не имеет генерального прокурора. Не имеет генерального прокурора Украины. Есть генеральный прокурор Порошенко, генеральный прокурор Европейской солидарности, пан Рябошапка. Почему Свинарчук смотрит футбол не из-за решетки? Потому что его покрывает генпрокурор, сказал Бужанский. Поддержку Рябошапки оказали в партии Европейской солидарности «Голос». Ключевой его заслугой называли расследование дела активистки Кати Ганзюк. Слуги народа обратили на это внимание, заявив, что это еще одно подтверждение его ангажированности. Сам Рябошапка в своей ответной речи был довольно вял и малоубедителен. Конечно же, у него были аргументы в свою пользу. И беспрецедентная реформа прокуратуры состоялась именно под его началом. Речь идет о массовой переаттестации прокуроров, которая, правда, вылилась в массовый некомплект прокуратур и назвать ее успешной крайне сложно. Вспомнил Рябошапкой и о элеваторах, возвращенных под государственное крыло. Закончил, правда, экс-главный государственный обвинитель Ярко. Я не стал ничьим слугой, независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, чтобы вернуться. После этого Рябошапка действительно ушел, покинул зал и не захотел отвечать на вопросы депутата. В окружении уволенного с должности генерального прокурора Руслана Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров. Это Игорь Коломойский, Арсен Авваков и Андрей Ермак. Подтверждают эти слухи и сам Рябошапка. В беседе с журналистами он заявил, что отдельные представители власти пытаются политизировать работу прокуратуры. Мол, им не нужна прокуратура, в которой нельзя ничего решать. Почему вы позволяете? Я думаю, что это политизация работы, никому не нужна такая прокуратура. Они побачили, что ничего решать в этой прокуратуре они не могут. Они бачили, что они ничего не могут решать в НАБУ. Парешать. Парешать. Так. И когда есть вот такая конструкция, когда НАБУ працюет разом с офисом генерального прокурора. И это может привести к неприятных наследствам, к определенным олигархам. И их подручник, то очевидно, что это начинает вызвать занепокоение. Есть еще хороший прогресс по справе Приватбанка, Укрнафты. И вот эти все вещи, они начинают, или змушают, некоторых людей рухатись все быстрее и циничнее. Они видят, что ничего не могут решить и в НАБУ. Парешать. Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с офисом генерального прокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов, уточнил он. Главным кандидатом сейчас на должность генерального прокурора является народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас. Известно о нем не так много. В Раде он занимает должность замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Во время президентской кампании Ионушас был доверенным лицом Владимира Зеленского. Будущий президент представлял его как члена Зе-команды, отвечающего за сферу правосудия. До того, как прошел в Раду на парламентских выборах 2019 года, он руководил юридической фирмой «Гелеон». Эта фирма представляла интересы студии квартала 95. То есть снова свой человек, хотя кто-то обещал никакого кумовства. Главный вопрос, как отреагируют наши западные партнеры и на отставку Гончарука, и за отставку Рябошапка. Ведь именно за них, особенно за Рябошапка, активно топили западные посольства. И до последнего дня было непонятно, смогут ли они уговорить президента оставить генпрокурора. Как видим, нет. И теперь вопрос, как будем налаживать отношения с МВФ. На этом пока что все, наши дорогие зрители. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Не забывайте оставлять свои комментарии, мнения и подписываться на наш YouTube-канал. Для нас это очень важно, правда. Спасибо, что смотрели.